Что положено для еды. Все потонуло. Земляника, кружника, перцы, баклажаны. Все-все-все затонуло. Видите, гниль стоит. На месте зеленых кустов одна гниль. Сокрушается роза тен. Из нее точно не вырастет ни картошка, ни морковь. Может, хотя бы помидоры порадуют. Рассадой уже после потопления помогли добрые люди. Огород последние 15 лет кормит всех членов ее семьи. Восемь человек. Участок расположен на границе с Амуром. И пару раз его уже топило. Вот и нынче к ЧП не готовились. Да и не попрешь против природы, говорит пенсионерка. Мы еще как-то надеялись что-то сохраниться. В то наводнение у нас вот только пологорода было затоплено. Эта часть всегда низкая. А та живая была. А в этом году вообще неимоверное наводнение. Это не война. Проживем как-нибудь. Я шла в гараж. Я бордюр сделал. Она как раз полностью через подвал выдавила. И вот так воды было. Владелец участка в третьих садах Александр Гуляев на милость природы решил не сдаваться. К потоплению подготовился. Сделал бордюр, чтобы вода не зашла в гараж. Но она путь нашла через подвал и встала вровень с бордюром. Александр говорит, и дамбы строил. Но и это не помогло. Вода на участке была по колено. И сейчас полностью не ушла. Затопило огород. Помидоры, картошку, перец. В полном порядке только фасоли, ранетки. И главное – дом. Он расположен на пригорке. Соседям повезло меньше. На которой соседи, у них прям так стоит, у них по окнам воды стояло. Это тоже у них жилой дом? Да, жилой дом. Они его только купили молодые. В ипотеку купили только дом. 20 лет будут платить за него еще. И до 9 мая они купили, заехали 9 мая, их вот затопило. В Верхнеблаговещенском пострадало около 60 домов и более 200 приусадебных участков. Всем, кому насолилась стихия, полагаются компенсационные выплаты. Но сначала нужно подать заявление в администрацию по месту жительства. Телефон горячей линии на экране.